Никогда не говори никогда, мечты сбываются, невозможное возможно. Все эти фразы мы слышали много раз, но только настоящие люди заставляют нас поверить в них. Сегодня в гостях блога Ясакян именно такой человек, хрупкая, энергичная Зара Хюсейнова, которая 18 лет смогла построить бизнес, имея в кармане всего 200 долларов, а также смогла собрать вокруг себя более 25 тысяч азербайджанских женщин, создав платформу ВАВУМАН Азербайджан. Встречайте Зару! Зара, добро пожаловать в блог Ясакян. Я очень рада, что у нас сегодня получилось снять интервью. Спасибо, спасибо за приглашение. Надеюсь, будет полезно. Давай попробуем, посмотрим, что получится. Уверена в этом. Давай начнем наше интервью с такого вопроса. Зара, как так получилось, что маленькая хрупкая девушка смогла собрать вокруг себя Более 20 тысяч азербайджанских женщин, девушек и девочек смогла добраться до MIT и Стэнфорда. Ну, уже 25 тысяч. Окей. И, ну, наверное, не... Во-первых, не сама, да, это всегда командная работа. Я это понимала с первого дня во всем, и в бизнесе, и в первом, и вот во втором случае с ВАВУМАНом тоже. Было очень, наверное, сильное желание, очень сильное, так сказать, стремление, возможно, даже боль и злость в том плане, что нужно что-то менять, нужно создавать, и это очень мотивировало. То есть, и так как мы вначале получали, когда я решила это создавать, получала очень много «нет», да, то есть от какой-либо поддержки, не спонсорства, ничего, все сказали, что «нет, эта проблема у нас нерелевантна» и все такое, поэтому решила все-таки делать сама. Вот, и была, ну, думаю, что получилось неплохо. Да, получилось отлично. И будем надеяться, что это только начало. Зара, в блоге «Yes, I can» я всегда рассказываю нашим зрителям о том, что не обязательно, чтобы за нами был папа, дядя или, я не знаю, муж, о том, что мы можем добиться всего сами. Что ты можешь сказать об этом? Я знаю, что у тебя большой опыт, и ты всего добилась сама. Поддержка бывает, да, то есть поддержка бывает разная. Одно дело, что когда за тебя кто-то что-то делает, другое дело, тебя кто-то поддерживает. Любая история, конечно, пропитана очень многими «нет», да, и неудачами и так далее, но я думаю, что любая история успеха, если можно так сказать, да, вокруг всегда были кто-то другие, кто поддерживал. То есть это может быть и семья, и кто-то другой, близкий и так далее. Очень часто, я не знаю, ну, в нашей культуре, наоборот, останавливают. Вот, и мы тратим очень много энергии на то, чтобы бороться со своими же. Вот, и это одно из, наверное, самых больших проблем, мне кажется, ну, почему, я не знаю, в ближайшее время уж точно из Азербайджана не выйдет никаких фейсбуков, тесл или же чего-либо такого. Потому что мы, ну, то есть время ограничено, наши ресурсы энергетически ограничены, и, соответственно, если тратить вот это вот всё на то, как бы, ублажать, грубо говоря, всех, да, не останется времени на себя. То есть мы хотим сказать, что это всё возможно. Да, что то, что нету там папы, дяди, не знаю, мужа, ещё какой-либо поддержки, часто используют, наоборот, как excuse, как причину оправдать свою лень и своё бездействие, так сказать. Поэтому, наоборот, это твоя сила, это твоя возможность показать, на что способна именно ты. При этом, конечно же, всегда притягивай к себе людей, которые будут в тебя верить и помогать. Потому что, ну, ни одна история в одиночку не происходит за всеми. Вот мы вчера, буквально, позавчера была на концерте, там, Imagine Dragons, и вот солист, там, Дэн выступает на сотни тысяч человек. Но ты понимаешь, и мы вот видим его. Но на самом деле за ним стоит такая огромная команда, такая огромная проделанная работа, которую мы не видим, и очень часто люди со стороны думают, о, он красавчик, он молодец. Да, я много, может быть, сделала, я привлекла этих людей и всё такое, но без команды, без людей, которые меня поддерживают каждый день, которые верят в то, что мы делаем, ну, я никто, и у меня бы не получилось ничего. Это только совместная работа. Да, я думаю, что достаточно большое, достаточно сильное послание от Зары. Я хочу, чтобы все прислушались к ней. Зара, та платформа, которую ты сумела создать сегодня, она сумела собрать вокруг себя огромное количество девушек, и благодаря тебе они развиваются, они учатся чему-то новому, они обретают веру в себя. Во-первых, я хочу сказать спасибо Заре за такую возможность для наших девочек. Да, ну, как я и сказала, это на самом деле, это все. Командная работа, да, спасибо всем. Я знаю, что на сегодняшний день у ВАУМАН более 7000 участниц, более 200 программ и мероприятий, которые вы создали. Какие планы, дальнейшие планы у ВАУМАН намечаются? Ну, мы растем очень быстро, на самом деле. В этом году мы много стали работать с external бизнесами, и мы сделали авторскую программу пятинедельную. Это основываясь на моем опыте вот с Гарварда, MIT, со Стэнфорда. Я все собрала, как бы, садаптировала, и очень результативная, так сказать, получилась программа. Сейчас мы вот запускаем уже второй эдишн. Вот, мы собираемся, планируем расширяться глобал, и мы уже оперируем, то есть мы работаем в Пакистане уже второй год, как бы, активно. Мы также открывались в Киргизстане. Вот, и в этом году, скорее всего, то есть я полностью отошла от управления ВАУМАН Азербайджаном. Сейчас у нас Арзуа Газаманова этим занимается. Я смогу сфокусироваться на экспансионе. Вот, я веду несколько проектов параллельно, но это один из моих фокусов будет. Мы сейчас получили просто неимоверное предложение и попали в супер-пупер просто. Вот, одну вещь, которую я пока что не могу рассказать, вот, но это, я думаю, что очень поможет нам, на самом деле, поставить ВАУМАН и вообще Азербайджан на глобальную карту мира. Вот, и я думаю, что мы будем очень активно расширяться в другие страны, в основном страны СНГ и на восток. Отличная новость. Зара, а как так получается, что ты живешь в Киеве, и здесь ВАУМАН работают на полную катушку, а Альза Бутик работает бесперебойно. То есть, как так получается, как ты управляешься этим? В принципе, уже последнего три года я, как мне, живу постоянно в Баку, до этого я жила и в Европе, потом в Америке, в Калифорнии, сейчас вот я переехала в Киев. Команда, опять возвращаемся к одному и тому же, у меня девочки, то есть я очень много времени, сил, денег инвестировала с первого дня в систематизацию бизнесов и в людей, в команду, я очень верю. То есть это бывает и неблагодарной работой, то есть бывают, кто-то обучил, ушел, обманул и так далее, но я очень благодарна, я не знаю, своему девочке вообще вселенной, наверное, за то, что рядом со мной люди, которым я могу доверять. И, наверное, систематизация всего была с первого дня для меня важна, то есть я не знаю как, но будучи 18 лет, я уже понимала, что я должна строить бизнес так, чтобы он не зависел только от меня. То есть поэтому и Вау Вумен, и Альзу, и, наверное, любой другой проект мы строим не вокруг меня, да, то есть мне кажется, это ошибка очень многих предпринимателей, кто в первый раз строит бизнес, что они строят все на себе. А ты можешь завтра заболеть, уехать, устать, не знаю, семью построить, на какой-то момент выпусти, все, все рушится. Поэтому здесь очень-очень важно системно подходить ко всему, все стандартизировать, но при этом оставлять для людей, для команды, пространства маневрировать on the spot, как говорится, прямо там в действии. Потому что ты не можешь все прописать, ты не можешь все систематизировать, поэтому здесь важна инвестиция в тренинг сотрудников, которые смогут выйти из любой проблемы сами. Ну и я в последнее время занимаюсь очень много именно менторством, и, так сказать, я как этот board of advisors, грубо говоря, выхожу, нежели... То есть, директ с ее позицию я уже не держу. Отлично. Насчет Вселенной я хотела добавить, что когда человек хочет чего-то, что именно предназначено для этого человека, все двери для него открываются. Я думаю, что это с тобой... Вселенная как-то помогает. Да, с тобой будет очень точно так же. И еще я что хотела спросить, последний вопрос. Сегодня на семинаре ты отметила, что все университеты, которые ты посетила, это и MIT, и Stanford, то есть ты посетила без копейки. То есть я хочу, чтобы ты рассказала нашим зрителям, что такое возможно, что девушка из Азербайджана, девушка, потому что для девушек это сложнее, вполне может поехать и в MIT, и в Stanford, получить там стипендию и принести какие-то знания, какую-то пользу нашей стране. Я думаю, наверное, самое первое, это то, что не оправдывать опять-таки себе, что вот я девушка или вот я там этот, и поэтому мне может быть сложнее. Я абсолютно как бы на это не смотрела. Наоборот, это может быть даже плюсом сейчас, потому что тема гендерного неравенства очень поднялась в мире, особенно за последние два года, и то есть девочкам нам очень много дверей открывается. По поводу конкретно программ, есть просто неимоверное количество возможностей. Вопрос в том, чтобы уметь себя продавать, вот именно продавать, то есть это именно, ну часто у нас какое-то это негативное ведёт, но каждый день мы в принципе себя продаём, да, то есть мы друг другу сейчас, мы разговариваем, и вот умение позиционировать, умение, ну естественно, у тебя за багажом должен быть какой-то опыт того, что ты сделала, что ты потом хорошо презентуешь. Вот, я в принципе всегда ресерчила, и учитывая то, что я делала, то есть потом начали сами opportunities выходить. То есть мне кто-то где-то в каком-то посту отметил, что, о, Зара, смотри, есть такая программа, я думаю, она тебе будет полезна, интересна. И если честно, когда я подавалась на почти все из этих программ, я при себе думала, что, ой нет, вряд ли меня туда возьмут, но я попробую, да, то есть у меня вот это вот есть, что лучше я попробую, чтобы потом не думать о том, что, а вдруг получилось бы. И вот, как видите, всё, да, то есть на самом деле всё получалось. Сейчас вот я, например, в октябре я лечу в Гаагу, в Нидерланды, на One Young World, и я там в аппликейшене просто, они тоже scholarship дают, они полностью покрываются, я писала, ну, то есть это было просто на участие, но я написала, что я хотела бы быть спикером, вот, потому что я считаю, что мне есть чем поделиться и всё такое. И обычно, то есть это, ну, типа, участник не подаётся, так они мне написали, я просто подумала, что ничего такого не будет, ну, если скажут нет, значит нет, или вообще нет, реагируют и так далее. Они мне написали, классно, нам так нравится ваша история, всё, что вы делаете, мы хотели бы видеть вас спикером. То есть это очень хорошая возможность мне, например, рассказать миру про то, что мы делаем во Умне и в Азербайджане. Спасибо большое, Зара, за сегодняшнее интервью, было очень интересно, я верю, что нашим зрителям тоже будет и полезно, и интересно. Надеюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Зары и на канал YouTube Yes I Can, будем ждать вас в следующих эфирах. Спасибо, спасибо большое. Спасибо.